Есть места, которые требуют разъяснения. Я считал очень многих порвать именно эту притчу, а на определенные моменты ни у кого не нашел, нигде не нашел в сравнении с сегодняшней ситуацией. Повторяю, что мы, православные, официально принадлежащие церкви православной, не подпадаем ни одной из четырех категорий. Вышел сеять или сеять, а все они, Слово Божие, вот Библия, сыпется оттуда стихи, главы, а проповеди-то нет, выходит и сеяния нет никакого, а сеяния нет, ну куда, при дороге оно не упало, в тернии не упало, вообще нигде не упало. Даже вообразить нельзя. Слова Христа все охватны на тысячелетия, но мы сумели ускользнуть от них, мы не попадаем, а я ни под одну категорию не подхожу. Вот умники какие, и это монахи потрудились. Зная эту притчу, так они бы оттуда сегодня все вывалились оттуда. Они бы сеяли и сеяли, одно только сеяли, закрыться, стены покрепче, мандру построить, мандра-стена. И начальник архимандрит, старшина к стеной. Другого смысла нет в этом слове. А они за этот чин, за эту шапку, турецкую, камелавка, бьются. Потому что это последняя ступень перед поставлением епископа, а епископ это местный князь. Итак, Павла первая при дороге. Почему первая категория называется, тоже нигде не объяснено. Я сам должен доходить. Первая всегда означает выдвинувшаяся, заметная. Думаю, что первая, потому что это большая часть. Там, где слово Божие сеется, мимо ушей проходит. Ну, я имею опыт, когда проповедовал по радио, мало сохранилось тех проповедей, но видно, что говорил я проповеди нестандартные, а конкретно к сегодняшнему дню захватывал болезни церковные, почему церковники так волновались, звонили. Непрерывные звонки от них были, и все-таки они меня оттуда выжили. Семя перестало сеется. Они его топтали и рвали. Люди приходили и спрашивали, а почему у нас крестать неправильно. Они ко мне руки простирали. Да до каких пор вы бы нашу церковь, мать, будете терзать? Это церковь, мать. То, что они построили, это их мать. Это они построили. И поэтому они питаются этим молоком, чтобы никто ничего не слышал, ничего не знал. И вот они топтали и топтали. Топщи-то священники, это главное, кто при дороге-то стоит. Вот первая часть притчи, это большая часть тех, которые потеряли слово. И не просто потеряли. А вот когда слышит человека, а сзади на плечи прилепился еще кто-то. И эти слова похищает, возле уха прям хватает и прячет к себе. Птицы небесные прилетели-то и поклевали. Да не просто птицы, а которых Господь шип с неба. И приходит демон и ворует. Вот почему люди не уверовали. И он дает толкование, говорит, приходит дьявол и уносит слово из сердца. Даже его в сердце попало. Дьявол. Так а я в церкви слушал. Дьявол в церкви. Нет, но я при архиепископе слушал. Дьявол в церкви при архиепископе. Дальше. Первое-то не меняется. А дальше-то эта окантовка уже ничего не дает. Он уже оболочку разорвал. Желание твое было не уверовать? Или ты сомневался? Или боялся с чем-то расстаться со своим я? Вот дьявол все это ворует. Сколько мы говорили об этом, чтобы никакой обиды не было. Я все время говорю, обида не христианское чувство. А оно копилось, копилось и разорвало эту оболочку христианскую. А теперь любыми путями надо искать причину, почему ты не в храме. А меня выгнали. Вот она как объясняет это. Меня выгнали. Кто выгнал, сказать пока не может. Конкретно, когда выгнали? В чем это выражалось? Какое-то решение выносило собрание. Нет никакого, ничего нигде нет. Дьявол похитил все слова. Я к вам обращаюсь. Придите на помощь. Примирите этого человека с церковью, со мной. Я прошу заранее прощения. Прошу многократно. Потому что человек грешный, страстный. И я мог допустить для нее неприемлемое. Но каяться в словах Господних я не могу. Это слово Божие нам повелевает возвещать истину, что большая часть людей погибает. И вот дьявол приходит и похищает. Пророк Иеремия, 12 глава, 10 стих, поясняет, кто этот, кто выполняет роль дьявола. Почему? Раз дьявол похищает, а мы должны увидеть, а через кого он похищает-то? Дьявол-то не сам стоит-то. Мы же не видим его ни хвоста, ни рог, ни копыт. А он говорит, множество пастухов испортили мой виноградник. И стоптали ногами участок мой, любимый участок мой, сделали пустой степью. И стоптали, а тут при дороге топтались они. Это кто? Это священники и монахи выполнили эту роль. Библию преследовали. Библия это самая нежеланная книга в православии 2000 лет. Мало того, ведь откуда пошло это выражение, кто читает Библию, сходит с ума. Давайте возьмем за то, что уже сказано. Но сходит с ума, я один вопрос задаю, с какого ума? Со своего ты ума сойдешь, а на Божье встанешь. Не будем ничего опровергать, просто дадим мне небольшое пояснение. Действительно так. Затауз говорит, где находится Евангелие, дом делается недоступным для дьявола. Недоступным. Священник пытался убеждать свою прихожанку. Но когда узнал, что у нее Евангелие, у нее Евангелие, я говорю, батюшка, я же Евангелие читаю не так, сектантка. А кто это такие? Она не знает, он подтолкнул. Подтолкнул и искать сектантов. Библия это уже с сектантами, знак равенства идет. Да батюшка, я же Библию-то у вас покупала, где у нас здесь? Ну это когда еще было? Тогда продавали. Сейчас мы Библию не продаем, вот зайдите, Библии нету, редко где продается. Они поняли, самая опасная книга. Я говорю, а самая опасная, что вы не объявили ее вне закона, вот ваша ошибка. Ее надо было объявить как самую зловредную книгу, хуже черной магии. Простите мне эти слова, но я уже сказал. Вот когда бы никто ее в руки не брал и все бы, а теперь сказали Библию Слово Божие. Они разъяснили, сектант берет, так это та самая Библия, на которую батюшка ссылался. Ему некогда, он очень занятый батюшка, ваш хороший батюшка, но я разъясню еще, он хотел сказать. И под именем Павла галатам уже всеивали. Сегодня сектанты так делают. И так объясняют. И пользуются трудами святых отцов. Во все пользуются. Печатают целые проповеди Ана Златоуса, конечно, они нигде не говорят о сектах там где. А просто видите, как он ссылается на Библию, как любил. Это только у нас. Вот написано, спасется в истинной церкви. У батюшка нам это и говорил. А истинная церковь там, где проповедуется Слово Божие. Он сказал, вот он не сказал, я вам добавляю. И это Златоус говорит так. Так это мы и есть. Мы адвентисты, правда, сегодня называемся, там вактисты. Но мы истинная церковь. У нас Слово Божие проповедуется. И Слово Божие обличает. Вас обличал батюшка? Никогда. Он говорил, боголюбивая алтайская паства. А Слово Божие говорит так, что вы хуже пустоты, меньше весите. Что вы негодные. И дальше все разъясняют. Почту для того, чтобы люди покинули православие, заложили-то священники. Не объявив вне закона Библию. Я им подсказываю, что нужно было сделать. Тогда бы ясно было, кто вы. Если вы объявите ее вне закона, тогда люди тоже. Они в безвыходном положении. Тогда понятно, кто они такие. А вот раздвоенность это ничего не дает. Итак, множество пастухов. Множеством пастухов Господь называет израильских священников. Которым верена была власть. Левицкое колено. Толкованиями. Любимый мой участок. Это израильский народ. Любимый участок Христа. Это церковь. Называется нежная голубица. Невеста. Они истоптали его. Сегодня во всех храмах попы топчутся. В душах людей. Они ведут ложным путем. Торговля. Сразу человек заходит. Разворачивается. Три очереди иногда. В киоск идет. Это все топчется по душам людей. И что бы они ни объясняли, все лгут. И сейчас это объединение. Они не понимают, зачем нужно. Я понимаю, президенту это нужно, чтобы свою агентуру на Западе везде установить. Сагридата Сиксотов. А мест это не понимают. У них другая задача. Уничтожить обличительный глаз. Вот задача какая, чтобы нас затянуть туда. Почему мы не просим, давайте с ними объединять это. Потому что мы поставим определенные условия. Они нам никаких условий не ставят. Почему? А вы растворитесь, среди нас будете. Вас мало. Мы вас в кислоте просто растворим, и вас не будет. Они не будут ничего, ни в чем нас убеждать. Как он будет убеждать, что надо крестить за деньги, ладошкой по голове ударить? Ну, он никак не может мне это говорить. Он просто скажет, не слушайте его. Это к нам пришли американские там зарубежники, шпионы там. Он найдет, что сказать. Потому что он любит топтаться. Что интересно, когда подсматривали КГБисты под окнами, их всегда называли топтуны. То есть он никуда не уходит, он все время подглядывает, смотрит. Это топтуны церковные. За время перестройки изменилось, говорят, все в стране. Кроме двух организаций. КГБ и Московская патриархия. А Московская патриархия это пятый отдел КГБ. Все. Ничего не изменилось. Все на своих местах. Нигде не изменили. Никаких публикаций против нельзя говорить. Ничего. И опять власти сместились. Почему? Топчутся. Главное, чтобы нигде не проповедовалось Слово Божие. Пророк Иезекииль 34 глава 19 стих говорит, Как при дороге падает семя. Овцы мои должны питаться тем, должны питаться тем, что потоптаны ногами вашими священники. И пить то, что вы возмущаете ногами вашими. Вот тут попробуйте крошку выловить. Это Господь обращается вся глава к одним священникам. Потоптали. Воду измутили, как ногами вашими. Для этого, чтобы учиться мутить, кончают семинарии и академию. Я встречаюсь с людьми, к нам приезжают, близкие нам, и у них как будто бы все искусство, весь разум, два высших учебных заведения, для одного, чтобы замазать истину. Я говорю, бороду для чего подбреваешь? Оставил какую-то, я говорю, как козлины где-то. А где написано, что бакенбарды относятся к голове? Ну, голове-то да, а к бороде? Правда нигде не написано. Да что тебе говорить-то тогда? Усы подстригают зачем? А чтоб при счастье там вроде не... Да что она тебе прилипнет-то? У старобрядцев не липнет, а у вас все прилипает, усып внизу подстригает. Из-за чаши? Да не из-за чаши, а потому что блуд сидит во рту. Блудодейная ересь называется. Всякое подстрижение бороды и бритье. В Деяниях апостолов 13.9. 10 апостол Павел на такого противника Слово Божие, который похищал слова от проконсола Сергия Павла, два имени у него было, сказал, ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, там дьявол похищает слова, а это сын дьявола. Он не дает ему слушать и противиться. На них только одна управа ослепить, чтобы они ослепли совсем. И Павел ослепил его, и он стал мыкаться налево-направо, ища правожатого. Когда мы будем свидетельствовать, они совершенно ослепнут от злобы. И злоба, говорит, ослепила их. Злоб ослепит. И тьма ослепила их. Дальше. Бог век от сего ослепил их умы. Вот что у них в арсенале против тех слов, которые мы им говорим. Идеяние 14.19. Евреи приступили к апостолам и к народу, и убедили народ отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудили народ. Про нас говорят теми же славнистов. Отстаньте, книжки не берите, не встречайтесь. Они все лгут. Они лгут на батюшек. Слово в слово все сходится. И убедили. У них сила убедительности большая. И причина не в чем-то, а в том, что народу, говорит, и народу моему это нравится, говорит Господь. Я очень часто обольщался в жизни. Когда в мои руки стал стекаться материал о крещении, я думал, как только опубликую, я от руки переписывал, потом на машинке все это, накапливался материал. Но тут взрыв будет, люди отступятся, они их на кусочки разнесут по пов, что люди умирают некрещенно. Ничего подобного. Один человек обратился, а второй повернулся назад, и сотни увлек за собой. Ну и что? Что, батюшки не знают, что ли? Что ты больше их знаешь? Ответ один. Народу это нравится. Люди ищут не истину, а ищут то, что бы по их было. Вот мы судились с этими отступниками. Суд выносит решение фактически против нас. Но чем больше я вникаю в это решение, я вижу, он против них суд сказал, что это их субъективное мнение, субъективное, то есть мнение лично ему принадлежащее. Мнение верно-неверно, суд даже не выявляет, и говорит, не наша компетенция это. Но тот-то верующий человек, он должен понимать, что его мнение, это не по слову Божию. Ему приходится отрекать. Он говорил, мы такие, там секта, теперь уже ничего не утверждает. Но вы-то на этом закрепились, покаяние из вас я не сумел вышибить. Теперь все это пошло на суд. Оно никуда не делось. Суд помог им закрепить и уйти на суд с нераскаянным сердцем. Они полностью проиграли, никто этого еще не видит. Ну дальше-то рассуди маленько. Ты до конца утверждал, ходил, давал, что такие, такие, а ты сейчас не утверждаешь. Нет, в суде они ничего уже не утверждают этого. А это мое личное мнение. А против личного мнения статья Конституции ничего не имеет. Свобода слова, свобода мысли. Я вот сегодня, вчера еще считал, смотрю, ужас какой. И они с этим решением согласились. Это означает, что совесть почернела. Они бы сказали, нет, не так, я стою на этом, я задушу людей, ничего не надо, только вывернуться из-под статьи, она уже защемила. Статья дает только один шанс, если ты скажешь, что я этого не утверждаю, а это мое личное, субъективное, моему субъекту принадлежит. А на против стоит объективное. Объективность существует вне зависимости от того, как я думаю. Это сама истина как. А субъективизм, это я могу и ошибочно мыслить, ну и что ты запретишь мне, я свободный человек. В суду-то разницы нет, они уже забыли про этот суд. Но те, которые получили это решение на руки, они каждый день могут смотреть. А они их закрепили в этом. Поэтому, если в нашей стороне когда-то бывает где-то победа в споре, в домашней обстановке, ты перекрещишь мужа, ты права, а он махнул рукой, ладно, что с тобой говорить, архасе, да ты проиграла. Решение-то уходит уже на другое суд-то. Он веет просто, простите за вражение, что с дурой связывается, я вижу, что не перекрещишь ее, а она давит и давит на своем. Но закон-то гласит, жена учится безмолвы, тот-то закон остался в силе, а учить жене не позволяю. И ты детей травишь против отца, рассказываешь им. И то, что отец говорит правду, как сидеть за столом, как учиться, как почитать родителей, ты все это разрушаешь. Плоды-то подзиться, земле будешь пушать. Вот кто налетает, топчет и уносит. Это не просто притча, а притча, которая ежедневно в нас. А о том, что на втором месте те, которые уверовали и быстро засохли, в моих мыслях немножко не так. Я не корректирую притчу Христа, но думаю, что это на третьем месте по количеству. Второе, это те, которые так потихоньку уверовали и так глушатся, глушатся, сегодня мне некогда, я женился, завтра мне машину надо получать, сдавать, послезавтра надо дом строить. Ему некогда, некогда и некогда. Вот это и есть терния, терновник бурно прорастает. А поменьше тех, которые сразу ухватились, но видимо, во времена Христа было больше тех, которые устали под римским гнетом, и они говорили, это тот самый, смотрите, какая благодать Иисус. Тогда, видимо, это на втором месте по количеству стояло, и вот какое нашел объяснение. И третье, меньше всего, где услышал, поверил, слезами омочил, семя дало плоды, это четвертый уже. Там никто не помешал, ни терния, глубокая почва, и никто не топтался. Он в тишине, в молительном состоянии, воспринял семя и сказал, это то, что искала душа моя. Вот в моей жизни было именно так. Я искал в атеистической литературе божественные слова с этими цифрами, глава стих, не знал я, что они означают. Я искал, приду, атеистическую литературу, тогда многое было, все перевисто, как найду эти слова, два экземпляра беру, потому что бывает и на другой стороне листика, а потом вырезая отдельно из другого экземпляра с той стороны, что попадало, и вместе, склею, у меня получалась своя книжка. Ну что эти за слова, я не знаю. Ну почему цифры-то эти стоят-то, мельтешат перед глазами. И когда мне показали, что из Библии, никто меня не стал убеждать, я мгновенно схватил. Это то, что искала душа моя. Ни одни топтуны не могли пройти по моим мозгам. Я созрел полностью, я истомился в этой неправде, во лжи. Вы доведите состояние своих слушателей до этого состояния, чтобы они жаждали. Ухватить слова и услышал, сказал бы, это то самое, о чем я мечтал, то самое, о чем я думал. Я так хотел, и теперь я услышал. Евангелист Матфей 23.32 говорит тем, которые препятствуют. Дополняете же меру отцов ваших. И вы спросите, те, которые отступники, другие, скажите, а вы не можете припомнить, а кто ваши родители? Как они жили? Какое их состояние сейчас? Как они умерли? И дополняет вы их меру. А тебе? Я не могу дополнять меру моих отцов в дурном смысле. В первую очередь у меня по осу и по матери деды были крепко верующие. При мне еще дед собирал бабок и считал, зато уда Библии не было. Он был глубоко верующий. А по отцовой линии очень верил. Дед, глубоко верующая была и бабушка. Я ее еще захватил. Поэтому, когда говорят, дополняйте меру отцов ваших, это значит, отцы совершенные, люди не обращенные. в первом послании писал Никийцам 2.15 говорит о тех людях, которые топчутся у нас в мозгах, которые не дают людям слушать, не отпускают вас на богослужение, под разными причинами не пускают на занятия. Эти люди говорят, и Господа нашего убили, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человеком противится, перечислил, что у них в заслугах. Он говорил о современных ему иудеях. Мы скажем о тех, кто сегодня препятствует, если препятствует, которые препятствуют нам не верить, но говорить язычникам, и не просто говорить, а чтобы они спаслись, и через это дополняют меру грехов своих. Чтобы спаслись. А дьявол приходит для того, чтобы украсть слово Божие сердце, и чтобы они не уверовали, и не спаслись. Дьявол не просто похищает, но у него определенная четкая задача, цель. Второе послание Тимофея 3.8 говорит о том, что люди эти, как и Ании и Амрии, противятся умом своим, невежды в вере. Непонятно, кто такие Ании и Амрии, откуда он их взял, но говорят, что была такая книга, это те волхвы, которые противились Моисею. Может быть, те, как вот показывает принц Египта в фильме, и два там волхва были. Иоанн 9.28 упрекнули иудеи прозревшего, и говорят, ты ученик его, а мы Моисеева ученики. Иногда этим говорят, а вот такие-то назовут вас именем, меня или кого-то, и человек, да как так, да я не да за Христом. То есть это тебя подлавливает, а ты ученик его. В то время-то на вторите Христа был не на уровне Бога, а на уровне всего лишь Сына Марии, на уровне плотника. Плотник какой-то пришел, а ты его ученик, а уж Моисей такая величина. А мы-то теперь знаем, что Моисей в сравнении с архитектором дома, с создателем дома или строителем дома. Кто выше-то? Иоанн 1.7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, это Иоанн, дабы вы уверовали через него. Вот надо как заниматься. Сеять, чтобы люди уверовали, а не для того, чтобы похищать. И когда говорят сектанты правильные, мы должны подтвердить, учение о Христе у них правильное. Если случится вам быть где-то у баптистов и вы слышите проповедь, призывающая к покаянию, это все правильно. Они признают Христа за Бога, но они вне церкви. Вне церкви, церковь определенно говорит, и вне спасения. Но Господь сеет семья, где хочет и как хочет. Иоанн 4.39. И многие уверовали по слову женщины самарянки. Вот эту похвалу постарайтесь приобрести себе, чтобы многие по вашему слову уверовали. Вот она женщина, да, ее притесняли, как Златоуз говорит, и она пришла, когда никого у колодца не было, потому что женщины, которые живут нормальной семейной жизнью, они таких всегда подтыкают, они их упрекают, а ты это мокрохвостка, молчала бы. Вот и все. И она пришла одна, когда никого нет, в полдень, когда в жару никто не выходит. Человек зажар был обстоятельствами, которые проистекали из собственной ее жизни. Евангелисиан 12.47 говорит, и многие из них уверовали, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. У вас будут точно такие же слушатели, которые будут бояться сказать своим батюшкам, что с вами встречались, ходили на занятия. У нас и сейчас есть, в который я пошел к вам, да, батюшки, боюсь. Не бойтесь. Идеяние 13.48. Язычники, слышая это, радовались и прославляли Слово Господне. Такое редкое слово. Прославляли не Бога, а Слово Господне. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. То есть, они уже заранее были запрограммированы, в списке их внесены у Бога, и ждали момент, когда попадет туда Слово. Предоставлено, заранее, в рождении уже было написано, что мы обратимся к Богу. Идеяние 17.4.12. Многие уверовали, но иудеи возбудили против них. То есть, потоптали это семя и вырвали. Да сохранит нас Господь от того, чтобы мы были теми, которые похищают доброе семя. Где бы оно ни было, кем бы ни было сказано, если правильно по Слову Божию мы сказали до сего момента, они ведут правильно. Итак, то семя, которое мы сегодня слышим из Евангелия, пусть даст обильные плоды в нас, и чтобы враг здесь в храме через сонливость, беспечность, нерасположенность к говорящему не похитил. Аминь. Аминь. Аминь.